Всем привет! Меня зовут КС. Вот я и вернулся после небольшого отпуска, и сегодня будет обзор сборника программ для развития ума, часть 2. Позже я дополню и объединю обе части в одну программу, которая будет доступна для скачивания. Данный сборник представляет из себя 4 группы заданий. Это память, гибкость ума, внимательность и абстрактное мышление. Ну а теперь обо всем по порядку. Программы на память. Первая программа – картинки цифры. К каждому числу от 0 до 11 дается случайный символ. За отведенное время запоминаем эту таблицу. Затем будут появляться символы, а мы должны выбрать соответствующее число. После каждого ответа выводится статистика. 8 ответов, из них 2 верно. Для каждой таблицы 5 заданий, а затем строится новая таблица. В данной программе есть настройки сложности. Это количество символов. 12 максимально, 3 минимально. Время для запоминания. Расчет количества символов, умноженное на 1, 2 или 3. В данном случае, 3 символа умножается на 3, и того у нас будет 9 секунд на запоминание этой таблицы. Если же мы выставим здесь 2, а здесь 4, то у нас будет 8 секунд. И последнее, это вариант символов. Либо они монохромные, либо цветные. Монохромных картинок 12, цветных 25. И все они будут появляться случайным образом. Это самая простая версия программы данного типа, так как нам необходимо извлекать из памяти только один символ число. Сложность 3 из 5, на максимальной сложности, где 12 символов и кратность единица. Вторая программа. Собери число. Каждому числу, в данном задании от 0 до 9, дается случайный символ. За отведенное время запоминаем эту таблицу. Затем у нас будут появляться 3 символа, и мы должны написать полученное число. Исходя из того, что первое число это сотни, второй десятки, третья единица. В данном случае у нас радуга это 3, пингвин это 8, заяц это 0. Итого число у нас получится 380. 380. В текстовое поле вводим ответ или кнопками в программе, или через клавиатуру. Если мы ввели неправильную комбинацию, то поле ввода мы можем очистить либо нажатием на эту кнопку, или удаляем, используя клавиатуру. После трех заданий у нас строится новая таблица. Статистика здесь не ведется, ведь только вводя правильный ответ будет следующее задание. Настройки сложности аналогичны предыдущие, за исключением количества символов. Их здесь 10. Данная программа представляет более сложную версию, так как необходимо вспомнить сразу 3 символа. Хотя как вариант их может быть и меньше, если будут повторяющиеся. Сложность 4 из 5 на максимальной сложности. Третья программа. Картинки цифры, математика. Данная программа объединяет в себе и тренировку памяти, и тренировку основного счета. Каждому числу в данном задании от 0 до 9 дается случайный символ. За отведенное время запоминаем эту таблицу. Затем будут появляться простые примеры, состоящие из символов. Насложение, вычитание и умножение. В текстовое поле вводим ответ, или кнопками в программе, или через клавиатуру. В данном случае наш ответ 8. После трех заданий строится новая таблица. Настройки сложности полностью аналогичны второй программе. Количество символов от 3 до 10. Время от 1 до 3. А также вариант символов цветные или монохромные. Данная программа является гибридной. И это очень удобно для развития мозга. Ведь очень редко нам приходится сталкиваться с узкоспециализированной задачей. И чаще всего, извлекая из памяти данные, нам необходимо их обрабатывать. А иначе бессмысленно их запоминать. Сложность 4 из 5. На максимальной сложности. Переходим к следующим типам программ. Гибкость ума. Случайным образом появляется символ. И это может быть число или буква. Необходимо определить, к чему относится данный вариант. Если это число, то оно либо четное, либо нечетное. Если это буква, то гласная она или согласная. Для большей сложности кнопки меняют свои варианты после каждого нажатия. Также ведется статистика ответов. Данная программа полезна тем, что тренирует переключение внимания. Очень полезное качество, если вы творческая натура. А также часто бываете в ситуациях, требующей концентрацию сразу в нескольких областях. Сложность 1 из 5. Программы на внимательность. Сколько раз повторилась буква. Данная программа не содержит в себе настроек сложности и представляет из себя самую простую версию. Случайно выводится некоторый набор символов, а затем выбирается случайная буква, количество которой надо посчитать. Так как количество символов мало, то и ответ редко превышает число 3. Сколько букв L в тексте? Ну вот они они. Раз L, два L. Набираем вариант 2. Иногда может быть такой вариант, что такой буквы в тексте нет. Поэтому выбираем 0. Для развития навыков скорочтения полезно находить нужный символ, слово или предложение в огромном тексте. Данная программа является очень простой и наглядной. Однако для тренировки даже в таком виде программа достойна внимания. Сложность 1 из 5. Шестая программа. Какая цифра отсутствует? Имеется ряд чисел от 0 до 9, но выводится только 9 чисел. Необходимо найти число, которого не хватает в данной последовательности. 0, 1, 2, 3, ну не хватает 4. Не хватает единицы. 1, 2, 3 не хватает. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Семерки не хватает. Здесь также нет настроек, но зато ведется статистика. Программа похожа на предыдущую. Только вместо букв идут числа. Очень полезна тем, кто решает судоку. Сложность 1 из 5. Абстрактное мышление. Седьмая программа. Больше или меньше. Данная программа сочетает в себе тренировку как абстрактного мышления, так и внимательности. Дается 3 неравенства. Необходимо найти или наибольший символ, или наименьший. Символы выбираются случайным образом из двух наборов. Или цветные, или монохромные. После каждого ответа выводится статистика. Очень легко решать неравенство с цифрами, но сложнее с символами. Каждый символ является определенным числом. Не имеет значения каким, но это число или больше, или меньше двух других. У детей такие задания не вызывают особой сложности. Ведь для них что число, что символ одинаково значат. Такие задания полезны для развития творческих навыков у взрослых людей. Сложность 3 из 5. В этом видео я представил черновые варианты программ. Все они будут улучшены и расширены. Подробнее о создании каждой из программ я расскажу в следующих выпусках. Данный набор программ не окончательный. Если у вас есть интересные идеи, пишите их в комментариях. А на сегодня это все. Оценивайте видео и делитесь им в соцсетях. До новых встреч!